Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. И сегодня мы готовим Трайфл Красный Бархат. Сегодня я с вами поделюсь рецептом коржа Красный Бархат. Этого рецепта нет на канале Готовим с Любовью. Вы знаете, я подбираю для себя самые лучшие. До этого я делала тесто на кефире. Сегодня у меня будет более бисквитное тесто с добавлением молока и немножко растительного масла. Получается насыщенный красный цвет. Готовьте вместе со мной. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 5 яиц, 180 граммов сахара, щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара весом 10 граммов, 10 миллилитров растительного масла, 40 миллилитров молока, 1 чайная ложка красного гелевого красителя, 1 чайная ложка разрыхлителя, 10 граммов какао и 160 граммов муки. Значит, что мы делаем? Берем чайную ложку. Я не буду прям в ложку наливать этот красный краситель гелевый, а в молоко сразу добавляю. У меня тут уже заканчивается. Часто делаю красный бархат, понравился всем. И сейчас вот просто так хорошенько размешаем. Яйца с сахаром взбиваем в пышную массу. Ну, а дальше все очень просто. Запачкала себе пальцы. Валиваем краситель, растворенный в молоке. Я сюда еще тесто добавлю, чтобы хорошо собрать. Добавляем разрыхлитель, ванильный сахар, соль и какао. И теперь все хорошенько перемешиваем. Гелевый краситель можно сразу в тесто добавлять. Но я почему-то именно добавляю сначала в молоко, а потом уже в тесто. Перемешиваем. Добавляем муку. Муку я заранее просеиваю, частями добавляем и вмешиваем. Духовочка у меня уже разогрета, это очень важно. Снизу вот так прям, смотрите, хорошо поднимаем все. Тут вот все нужно отлично вмешать. Видите, как цвет меняется. Так, высыпаем оставшуюся муку и растительное масло мы в конце добавляем. Там его всего 10 миллилитров добавляем. Добавляем растительное масло. И так же вмешиваем. Я уже подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой. Сейчас будем выливать наше тесто. Смотрите, мука оседает на дно, поэтому вот так снизу перемешиваем, достаем. Чтобы не получилось у нас, когда мы выливаем тесто на противень, у нас мука на дне. Все, перемешали. Вот таким должно у вас получиться тесто. Противень у меня размером 30 на 40. Можно выпекать в любой форме, круглой, овальной, какой хотите. Не на трайфу, поэтому я без разницы, в чем выпекать, быстрее испечется. Кстати, по этому рецепту, вот именно эти пропорции, можно испечь рулет, красный бархат. Будет безумно вкусно и, конечно же, красиво. Так, теперь разровняем. Я не по всей поверхности. Пусть он будет у меня пышнее. Не для трайфла, мне так даже нужнее. Все, нашу заготовочку ставим в разогретую духовку на 170 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. 20 минут и наш корж готов. Остужаем. Пока корж остывает, я подготовлю декор. Значит, кандурин развела водочкой. И теперь на медовое печенье наношу. Вы знаете, каждый кондитер для своих трайфов, для своих тортов, потоковых десертов сам выбирает, как оформлять, как украшать. То есть, я вот придумала такой дизайн. Возможно, у вас фантазия сработает по-другому. И вы придумаете что-то новенькое, что-то свое. Я когда вот увидела мармелад в виде сердечек, думаю, идеально будет. Сердечко с мармелада и медовое печенье. Но только есть одно но. Постоянно нужны заготовочки. Постоянно. Вот заказывают у меня медовик. Я сразу же приступаю к выпечке сердечек, звездочек. Иногда просто заказывают торт с шоколадными подтеками оформления. Вот со звездочками, с конфетами по краю. Поэтому всегда должны быть звездочки у меня покрыты кандурином. Ну, стараюсь. И еще я заметила. Когда работаете с кандурином, если сильно его развести водкой, он как-то зеленеет. Ну, нет такого именно золотого цвета. Но это все, как бы, опыт приходит со временем. Я, например, тоже с кандурином недавно только работаю. И уже знаю некоторые секретики чисто сама по своему опыту. Буду делиться с вами. Возможно, вам пригодится. Возможно, не пригодится. Это ж такое. Для себя я бы не покрывала. Просто бы сделала кремовую шапочку и все. Но, когда вы делаете для клиентов, нужно стараться. Корж немного остыл. Хочу показать, какой он в разломе. Видите? Насыщенный красный цвет. То, что нужно. Вкусный. Ну, а теперь начинаем собирать трайфл. Крем-чиз на дно. Значит, у меня рецепт очень простой. Столько сливочного сыра, столько и жирных сливок. У меня всегда жирные сливки домашние. Это вы знаете. Сахарную пудру добавляем по вкусу или сахар. Все. Первый слой. Смотрите, какой насыщенный красный цвет. То, что нам нужно. Уплотняем. Ничем не пропитываю бисквит красный бархат. Потому, что крем-чиз плюс еще конфитюр прекрасно пропитает. Этот трайф получается сочным, нежным. Не пользуется большой популярностью. Теперь, следующий слой, после того, как нанесли крем-чиз. Это вишневый конфитюр. На вишневом конфитюре не экономим. Рецепты есть у меня на канале. Поэтому заходите, смотрите. Вишни должно быть много. Ложкой разравниваем. Стараемся все делать аккуратно, чтобы стенки стаканов были чистыми. Это очень важно. Я даже боюсь это говорить. Как только я это скажу, случается ЧП. Поэтому говорим тихонько. Без резких движений. После того, как конфитюр выложили в стаканчики. Еще добавляем бисквита красный бархат. Потом у нас будет полосочка крем-чиза. Немного покрыть сверху вишневым конфитюром. И шапочка опять с крем-чиза. Ну вот и вся технология приготовления. Так, теперь наносим крем-чиз. Только теперь смотрите, как я наношу. У меня сверху еще будет вишневый конфитюр. И только без вишни. Просто водичка. Ну как бы вовнутрь я кладу больше вишни. А сверху просто будет вот этот красный джем. Хорошенько вот так. Просто нужно оставить место, чтобы его удобно наносить нам было. Так, теперь то, что я говорила, наносим. Вот так аккуратненько ложечкой. Тут главное не торопиться. Ну и дальше насадкой 1М Мы делаем красивые завитки, розочки. Ну тут уже дело вкуса. Кому как больше нравится. И украшаю сверху мармеладом и медовым печеньем. Трайфлы получились красивые, аппетитные. Готовьте на здоровье. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И делитесь моими видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok